В Зимнем саду усадьбы собрались работники музея-заповедника, жители и руководство город Ленинских, высокие гости. У каждого выступающего в запасе немало теплых слов в адрес тех, чья работа сохранять и изучать историю России. Всему коллективу я желаю благополучия, крепкого здоровья и дальнейших успехов в том, чтобы этот музейный комплекс получил новую достойную жизнь. Первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков зачитал поздравительный адрес главы муниципалитета. Творческого вдохновения, новых свершений в работе, оптимизма, благополучия, а музей, конечно же, процветания. Музей-заповедник был открыт в 25-й годовщине смерти Ленина в январе 1949 года. Тогда он состоял только из усадьбы, где была сохранена обстановка, в которой жил и работал вождь Октябрьской революции. Безусловно, в музее есть большой вместительный зал, но он расположен в историко-культурном центре, который построен только в 1987 году. А потому праздник было решено провести здесь, в усадьбе, где и начиналось то, что теперь именуется музей-заповедник Горки Ленинский. В одном из залов, пришедшие на праздник, могли увидеть картины из коллекции музея. Совсем недавно экспертиза подтвердила, что одной из них – кисти Исаака Левитана. Три других созданы представителями австрийской и французской художественных школ. Музей существует 70 лет. Однако большую часть своего времени он был идеологическим, он был политическим в первую очередь. И эти предметы интересовали исследователей как предметы, связанные с жизнью Владимира Ильича Ленина. Сегодня они интересуют не только в этом аспекте, а также как и художественное собрание. Первая экспертиза, которая была проведена в середине 2000-х годов, она была визуальная, и она не позволила подтвердить изначальное предположение сотрудников. В данный момент появилась возможность провести полную экспертизу в научно-ресурсионном центре имени Грабаря. После официальной части гостям показали концерт, подготовленный музыкантами Московского губернского колледжа искусств. Сегодня горки Ленинские – это больше, чем музей. Здесь проводятся музыкальные фестивали и праздники для взрослых и детей. Создаются тематические экспозиции и организуются научные конференции. Но было так не всегда. Работаю с 1983 года, после окончания исторического факультета МГУ. Когда я пришла работать в этот музей, еще на протяжении долгих лет, музей тогда был мемориальным домом-музеем Ленина. Это был идеологический, такой политический центр. Все предметы были покрыты чехлами. Здесь была документальная экспозиция, рассказывающая о жизни и деятельности Ленина в горках. Самый трудный период, наверное, было. Это все-таки перестроечные годы, когда изменился менталитет людей, изменилась социально-экономическая обстановка, политическая обстановка в стране. И музей практически стал непосещаемым, потому что в новых реалиях нового времени он оставался, не развивался, оставался на том прежнем уровне. На территории заповедника сейчас работают четыре музея-усадьба, кабинет и квартира Ленина в Кремле, музей крестьянского быта и мемориальный музей Ленина. Но в нынешнем году появится еще одно историческое сооружение. Совершенно недавно, в середине прошлого года, от города Москвы к нам перешли исторические оранжереи и конюшни конца 19-го, начала 20-го века. В свое время они эксплуатировались одной из владелец усадьбы, Зиновия Григорина Морозовой. И мы работаем над созданием новой научной экспозиции, которая получила свое название «Уникальное усадебное хозяйство». Подсчитано, что за всю историю музея-заповедника его посетили 12 миллионов человек. Над сохранением и приумножением исторических экспонатов трудится коллектив из более чем 100 человек. И все они настоящие энтузиасты своего дела. Когда ты сталкиваешься с такой личностью, как Владимир Ильич Ленин, или с историей России, где до сих пор много темных пятен, где мы все время, последние 500 лет отвечаем на те же вопросы, и все никак не можем их ответить. И вот именно это очень увлекательно. Это азарт. Редакция нашего телеканала присоединяется ко всем поздравлениям, которые прозвучали в адрес коллектива музея-заповедника. Максим Козлов, Егор Клявич, Ольга Садовская. Видное ТВ.